Это вот мы уже при въезде в Потеряевку. Слева-то вот Барабаша хозяйство. Вот я тут еду. Батюшка меня пригласил, иди садись рядом. Там он человек какой-то идет. Володя, блин. Володя идет. Ну что, к нему надо навстречу идти. Зря батюшка меня осозновил, или не зря? Что, опять заклинило? На. На молоток-то не надо. А там Марина караулит тележку. А тут Нестер бежит. Я сказал, Володя, велосипед отгони. А потом прибеги, и повезешь тележку. Видишь, как и девчонки там полят. Полят в поле и просе. Батюшка сидит здесь, как этот Ян Милостивый, ждет, кого пригласить отобедать. Березы закрыли храм. Ну давай. Варя, как поживаешь? Хорошо? Ну? Тя, что-то слушаешься, нет? Слушаешься? Ну ладно, молодец. Ну все, до свидания, ладно. Варя Кручину говорит. А что? Да я позвонил Ане, а она там, девчонка. Вот деревня. Никто не знает, что надо, как надо. А как Бог даст. Живи не так, говорит, как хочешь. Как Бог даст. Вот дали указание вывесить везде телефоны. Вывешали. Кто звонит в течение года? Никто, ни разу. Никто, ни разу. А это деньги стоило. Ну, приезжают, проверяют, что-то записывают. Все предели. Я все думал, для чего депутаты нужны? А что любое решение принять? Вот приняли сейчас, что 63 или сколько? Женщина 63, мужчина 65. Мужчина 65. И многие ли мужчины доживают до пенсии? И главное, добавляют и равняются. Но уровень жизни-то другой. И медицинское обслуживание за границей. Тут даже сравнивать не надо. А как бунтуют, выводят народ на забастовки и прочее. Тут ничего не сделаешь. Депутаты проголосовали. Я первое время был в тюрьме, когда услышал депутатский корпус. Не мог понять, а зачем они нужны? Думаю, кто не работает, тот не должен даже и за стул садиться. А они нигде не работают, ничего не производят. Это первое время они были активные такие, дрались буквально. За какие-то идеи сейчас ничего нет. Полгода прошло, счетчики новые. Сейчас проголосовали, ну, пролоббировали интерес. Счетчики менять. Ну, еще, ничего, ничего, меняй, меняй. Ну, мы в тысячу достается, а продает за пять. Все, я к примеру говорю. Вот везут наши драгоценности. Сегодня попробовали из лагеря взять камень. Едва двумя ломами подвернули. А сейчас поехали в Бутово, камни взяли с первого мостика. Это с первого мостика везет. Да. Только у вас рядом в лагере пошли, накололи и все там. Ну, в лагере где накололи? Ну, там где-то уже вывернутые фундаменты. Ну, где, в каком-нибудь. Ну, еще там получится. Ну, еще камни будут. Да, камни. Какие же камни будут? Вот камни. Везем бутовый камень. Бутовый камень. Добрый день. Пошли на это. Здесь надо плоские нам, под столбы. Вот нашли такие камни. Восемь камушков. Сейчас я достал уже, у меня три домкрата. Будем поднимать. Видишь как. Тележка заклинила, колесо затягивает и все. Уже два раза они там стояли. Долго нет. Он дозвонился кое-как. А какое вымя-то у коровы здесь? Страшно смотреть. Такой тележки-то, наверное, во всей Германии нет ни одной. Да. А это коровь, это вымя, что такое большое-то? Ну, что, я откуда знаю. Что-то так. Она ходить не может уже. Ну, они ее не пускают сейчас. Молока много дает? Ну, дает сколько-то, дает. Дело-то не в молоке. Зарезать, и никто не берет мясо, не принимает. Вот тебя размолотили ей вымя. Люди же размолотили. Была бы она дикая, кормила теленкой. Вымя было бы нормальное. Ну, она что-то заболела. Может быть, что-то там простудило или что пошло. А что она у нее? Ну, причина она делается. Человек. В природе такого не бывает. Вот это вот жужжавка вы делаете-то. Придумал кто-то. То ли он не знал, чем кончится. Алексей придет, скоблет там. Пришел в Устиновых там. Ты тут ходишь, мучаешься. А зачем? Никто не знает. Я говорю, а зачем? Косой мне бы никогда не прокосить это косой траву. А трава зарастет уже к храму. По колено будет трава выше. Да, вот эта конотопка, вот она не трожит. По колено она не бывает никогда. Она вот еще поднимется, а потом дождь, она ляжет и будет гнить. А чем ее больше срезаешь, тем она гуще еще растет. Вот так вот придумали. Теперь оправдывать. Я прихожу, смотрю, 8 мужиков. Зачем оправдывать? Я испытал дома. 8 мужиков стоят, у каждого такая на шее нацепленная. И идут вдоль дороги. 8. Ну, правильно. А сколько всего? Умно сделано. Их не было, никто не знал. И жили вообще. Ничего не было. Не то, что там хватает теперь интернет или что. Видеокамеры не было и жили? Жили. Жили. Телефонов не было? Жили. Жили. Ну, главное, здесь-то каждый день косят. А сейчас у тебя телефон отнимет и уже без телефона как... Я говорю, телефон не надо... Я знал, что вы подставите. Телефон-разговор. То есть застряли, он позвонил. Ему привезли. А это ничего, трава растет. Я говорю, зачем? Теперь она лежит, сухая, ничего нет. А тут росли цветочки, какие-то насекомые были. Жужжат. Вон у вас возле Саманного выросли цветочки. Уже сколько? Полтора метра трава поднималась. Вы-то косите не полтора метра. Если сейчас не уберете ее, она засохнет. Это будет бомба заложена. Это никто не косит никогда. У нас коса есть. Да косите, пока не засохла. Ну, вы-то косите. Вот она, конотопка лежит. Вот она, мурава. Ну, высота ее больше 20 сантиметров нигде не бывала никогда. А она гниет. Да тебе какое дело? Пусть она гниет. Гниет и все. Сколько потеряевка? 200 лет она гнила и выше не выросла. И главное, защищают. Одна потеряевка была, такой нигде не было. Потому что была скотина, гнали 150 голов. Люди ходили. Гуси были, у каждого было стадо гусей. Склевывали все. Она вот только поднималась и была маленькая. А сейчас-то нет никого. В городе, где я нахожусь, там никогда не было скотины, ни гусей. И вот такая же трава растет. Я говорю, зачем же? Да заставляют, убирают. И она больше 20 не растет. Ну вот, двор, там никто не косит, там ничего. Иди посмотри, что там есть. Что там есть. Что будет. Ну, ладно, ты вот так хочешь, чтобы было. Вот я сегодня взял лопату, лопатой репей. Она ее возьмет? Нет, репей. Сколько его наковырял? Сколько выковырял этой? Одной лопатой. А это подряд все. Самая мелкая. Вот растет белый клевер. Назад идешь, нету. Маленький там где-то сурепка. Бабочка садилась. Она, вижу, шмель. Здесь ничего нету. В пустыню делают. Жужжат и жужжат. И в городе тоже. Тебе что, уши режет или что? Жужжание тебе достает или что? Или тебе мало травы? Пустое. Фабрики, заводы стоят, они ходят, жужжат. Посмотри на Рубцовский траву. Для тебя пустое. Для меня это не пустое. Понимаешь? На Рубцовский завод. Это вредно для земли. Вредно. Ни насекомых, ничего нету. Для земли наоборот. Это, она вот смотри. Осталась эта, она вся здесь. Трава-то никуда не девается. Для земли... Это от нечего делать, что народ ничем не занимается. Ну ладно. Игорь не жужжит, он ходит. Вот он. Он не ходит, не жужжит. Он на поле сеет. Женя не жужжит. Как это? Женя все выкашивает дома. Игорь выкашивает, берет у меня в неделю раз выкашивает. Я говорю, Женя Долгов. Женя Долгов. По 6 тысяч или 7 тысяч гектар. Каждый думает, как? Королу протарить. Все так не было, чтобы все имели по 6 тысяч. Никогда этого не было. Вот я бы был президентом. Президентом меня бы избрали. Первый указ был бы. Срубить все лежащие полицейские. До одного. Ну, вот ты раз тебя тряхнула, ты уже это... Давай, ты сказал, один раз тряхнула. Докажи свои слова, что они не лживые. Докажи. Ну, не один. Ну, что раз тебя тряхнуло? Ну, и что? 130 тысяч километров. Ну, и что, через каждый километр было, что ли? Ну, где-то напротив школы ставится. Да никакой школы за городом. От города 2 километра. Ну, такого я нигде не видел. Там полицейские сделали, они останавливают людей и грабят. Слушай. И среди ночи ни света, ничего нет. Подкинуло. Шофер вылазит, смотрит, цел или нет у него там подшипники. Мы насмотрелись. Ну, нет, это было один раз за городом 2 километра. То, что было, я сколько проехал тысячи километров. Ну, хорошо. Хорошо. Ни одного не видел, чтобы за городом 2 километра и было полицейские. Ты проехал на поезде там. Зачем на поезде? На машине. На машине. На машине. Вот машина, едет машина, тормознула, ни учеников, никого нету. Ночь наступила, трасса большая, никого, никакой школы нету уже для них. А все время проехал. Она напротив школы, возле школы сделала. И нисколько, не меньше задавила. Больше еще давят учеников. Потому что он надеется на этот. Ну, что ты вирус. И главное, исследует. Самое осторожное гусь. И самый небрежный в переходе дорогу человек. Иди за гусем, посмотри, как он голову высоко поднимает, оглядывается и идет. Школа, никого нету. Среди ночи прыгает. А прыгает, а что, не освещение, ничего нету. Вдруг подбросило, что? А вот это... И кто знал в России? Никогда не было. А зачем они нужны? Они для чего? Ну, где знак не по... Где лежат, там знаки стоят. Сам около себя сделал человек. Повесил знак. Я говорю, а почему проехать нельзя? Я приехал в биск, не могу. А тут пупки живут. Четыре квартала отхватили. Не проехать, не пройти, не зайти. А почему он отдыхает, спит? Ну, безумие сплошное. И защищает. Главное, отрава в душах людей. Я не согласен. А зачем согласен-то? Когда ничего этого не надо. Дорога свободная, человек идет. Уж сколько мы проехали, как только в город заехали, но и подбрасывает. И останавливается. Горючая. Тряхнула. Вот Татьяна. Я захожу к ней. К дому подходить два раза. Напротив одного дома только два лежали. На долбах. А кто это сделал? Да тут один такой есть. Он говорит, что сделал. Сам, да, сам сделал. А не какая школа? Да какой же во дворе. Какая школа? Никого нету там. Татьяна Капустина. И главное, защищают. Мы дорога едем, как тряхануло. Я говорю, Игорь, а они нужны. Да таковские вы и были. Если нужны, так почему их никто не делал раньше-то? Дорога, дорога, едет и едет. Идет человек, затормозил. Главное, все, что я вижу, вот это неправильно, не нужно. Это люди видят, не я только. Все оправдано. Нам и депутатов не надо. Наступила перестройка. Ну и на одном мероприятии были. Но она ничего этого не сказала, не написала. Американская журналистка говорит, а почему вы не написали? Боитесь, цензура не пропустят? Она говорит, а у нас цензуры сейчас никакой нету. Так она внутри вас цензура. Ты знаешь, что материал твой не пройдет и не пишешь. А ты напиши. А я знаю, что именно так. Я знаю материал, они посмотрели, нет, материал не пойдет. А почему? Да люди не примут. Я говорю, зачем вы решаете за людей? А напечатали. По конкурсу на первое место статья вышла. А она решала, не пускала. Пошла к начальнику. Начальник не знаю, я как. Но увидел мою подпись. Ну ладно, пустите. А я, главное, заголовок сделал. Сделала княгиня Ольги из Америки вернулся, когда пойдешь за чужимство ее потеряешь. Она Святополку говорила это. И вот решают, решают. Ко мне пришел с ГТРК Павел Васильевич Лозовой. Старейший работник. Интервью у меня записал. Большое интервью. Поставил. Его пустили. Ко мне. Барнаульское радио, телевидение. Второе. Так он говорит, меня сейчас за работу не уволили. Тебе сказали один репортаж, а ты за два сделал. Он говорит, да тут материал-то ни на один, ни на два. Намного больше-то. И мне звонят, говорит, ни под каким видом не пропускают. Ни под каким. Почему? Указания до нас выше. Начинает говорить. А вот жизнь замечательных людей, опять вы выше на первое место. Опять. Вчера мне скинула Надя Савинцева, это Дмуха. Волобую выставку сделал. Выставку. Особый какой-то конкурс или что-то там. И опять первое место занял. Первое место. А что там, Зегл? Дети потеряевки. Дети потеряевки. И такой конкурс значительный. И первое место. Дети. А почему? Ну, потому что видно. Ты сам был в Америке, видел. Даже смотрят, какие глаза, какой взгляд, как глядят. Особенно ночное, вот это пасхальное. Тогда из Рио Новости был Кряжев Александр. Бабочку поймал воробей, и теребет стоит. Трепет ее. Все, оторвал крылья ей. Все, полетел. Интересно, как. Я считаю, человек и закон. Журнал. И в журнале написан, профессор. Профессор. Юридического факультета. Я, говорит, когда вижу милиционера, перехожу на другую сторону, чтобы неприятностей не было. Раньше такое было только по отношению к священнику. Степняк Кравчинский пишет. На другую сторону переходил. А другой раз не перешел. Он рыбу столовил. Он говорит, ну, иди сюда, сын мой. Проверил так. Ты тебе большие три рыбы занеси ко мне, а остальные твои. Я, говорит, пошел, отнес, говорит. И уже боялись встретиться. Не благословение получить, а неприятность. А я считаю, в Японии там не так. Полицейский участок. И выдвинуто специальное, небольшое такое, как вот, ну, бывает, чтобы видно было, как телефонная будка. И там сидит полицейский. Все время смотрит, как на улице дела. Полицейский участок он все время видит. И любой подходит, говорит. А по утрам, говорит, идут по домам полицейские. И говорят, ну как, никто не шумел тут, музыку не включал, нет. Нет, посторонних никого так не было, чтобы люди нет. То есть родной, близкий, его приглашают. А у нас пришел, от него все прячутся. Он какую-то пакость сделает. Ты знаешь, у нас подполковник был здесь, хрипел. У меня много знакомых в городе милиции. Мы не в Японии, а в России. Это наше. Да, я много зла могу вам сделать. А начальник управления был Чернов, генерал-лейтенант. И буквально после этих слов, я не знаю, месяц прошел или нет, его вместе с сотником, полковником загребли. А почему? Средства отпущены на квартиры, они сумели присвоить, как он Куфаев, первый секретарь экома партии. Отпущено земельное пользование. Они их с Шином, с Юрием прибрали. Как так? Секретарь КПСС. Мне так он нравился. Приезжал, никогда не мешал. Но все надо смотреть открытым оком. Сегодня мне один докучал, ну, с 12 ночи. Непрерывно звонит и звонит. Я ни разу ему не ответил. Откуда, чего? Вчера с Астрахани. Какой-то Сергей. Я говорю, зачем звоните? А я могу приехать. Зачем? Я заранее говорю, скажу, вы одиноки, у вас нет в семье. Так, так. Ну, а что вы будете делать? Еще не только вопросы лишние зададите нам. Вот Игорь приехал, с чем, как. А теперь все есть. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok.